Профориентация – это вся наша жизнь. И она не начинается в 12 лет с тестов «Какой у меня темперамент и характер?». Она начинается в 6 лет, когда ребенок взаимодействует со своими родителями. Он узнает свое родовое дерево. Он изучает, кем были его предки. Он изучает, кем работают его родители. Он разбирается, как устроен мир вокруг. Профориентация или как выбрать будущую профессию – наболевшая тема для родителей и подростков. Но если есть вопрос, непременно должен быть и ответ. Специалисты и эксперты-профориентологи рассказали простыми словами о сложном. Такой фундаментальный вопрос – куда я хочу, как я хочу, и вообще как к этому добраться. Это такой некий навигатор нашей жизни, когда, соответственно, нужно сначала прописать адрес, куда нужно доехать, а потом еще и определить, каким образом добраться до этого места. В ходе конференции по профориентации обсуждали навыки и рабочие инструменты, которые подростки могут использовать для самоопределения и выстраивания собственного жизненного пути. И чтобы этот путь был успешным, по мнению специалистов, в ребенке прежде всего необходимо воспитывать самостоятельность. Посеете в своем ребенке с самого раннего детства зерно самостоятельности, начиная с бытовых вещей. Навык самостоятельности – вот это зерно. Она потом как раз вырастает в дерево, что ребенок может самостоятельно сделать выбор того, что ему нравится. Какой-то профессиональной деятельности, какого-то кружка. Главное, на что обращают внимание специалисты – это истинные цели и интересы ребенка. Родителям всегда проще пойти по более легкому для себя пути. Переключить внимание детей на то, что самим взрослым кажется привлекательнее. Будь то спортивная секция, изучение иностранных языков или театральный кружок. Однако детям не всегда это интересно. Попытаться услышать, что действительно он хочет, чем он интересуется. Дать некую ему свободу и в то же время поддержать в этом желании, узнавать, познавать. Современный ритм жизни диктует свои законы. В стремлении обеспечить детей всем необходимым для счастливого будущего зачастую родители лишают их самого главного – внимания и дружеского общения. Задача родителя – опять же быть проводником для своего ребенка, вести его. Вот он был годовалый, теперь трехлетний, теперь он подросток, но он все еще нуждается в поддержке. Вот в возрасте пубертата уже активно присоединяется социум, та среда, в которой воспитывается ребенок, его окружение. Но то, что мы создадим к его 11-12 годам, как родителя, то, куда мы его приведем, на какие занятия, на какие секции, с кем мы его познакомим – вот это все будет вокруг него выстраивать его дальнейшую траекторию. Чтобы воспитать в ребенке уверенность в собственных силах, важно дать ему дистанцию и почувствовать свободу принятия самостоятельных решений, а также нести за них ответственность. Когда они видят, что я сейчас не на всю жизнь выбираю себе направление, а я попробую, посмотрю, потрогаю это руками, погружусь в это. И если мне понравится, конечно, я буду в этом счастлив. Помимо профориентации обсуждались вопросы финансовой грамотности подрастающего поколения. Это те знания, которые действительно практичны, и именно они позволяют, чтобы не выбрали дети, пойти работать в найм, пойти работать на себя, строить свою карьеру. В какой из областей это те знания, которые помогают им адаптироваться, ориентироваться в реальной жизни. Надежда Сазонова пришла на конференцию вместе с мамой. В свои 15 она уже всерьез задумалась о будущей профессии. Теперь девочка убеждена, что хочет стать архитектором. Раньше у меня был такой небольшой груз ответственности, я не знала, кем я хочу стать, а сейчас я уверена в себе, знаю, как двигаться и вообще полна сил и энергии.